Татьяна Авдеева села на велосипед еще дошкаленком, научили родители. И вот уже более полувека женщина использует это транспортное средство для передвижения. Пенсионерка считает, велодорожки должны быть. Я сегодня общалась с велосипедистами, сюда приезжали в парк. Они из Междуречья приезжают именно на Зеленку. От Зеленки в городской парк на велосипедах. И поэтому, я думаю, везде это нужно. Это уже актуально, это уже необходимость, требование времени. Увлечение велоспортом особенно популярно среди молодежи. Алексей и Светлана приобрели двухколесный транспорт несколько лет назад. Теперь часто катаются вдвоем по улицам Уссурийска. По словам пары, это не очень удобно. Есть по тротуарам, неинтересно. В том плане, что очень много пешеходов у нас только получается ездить вечером. Когда уже людей вроде как практически нету, все собрались где-нибудь на площади или еще где-нибудь. И в принципе по тротуарам более-менее можно ездить. Молодые люди считают, что выход из положения – специальные велодорожки. Появление такой в парке «Зеленый остров» – приятная новость. И останавливаться на этом не стоит, считают велосипедисты. Нам было бы здорово, если бы сделали в центре велодорожки по Ленино, по Некрасово, по Советской. Улицы оживленные, можно покататься вечером, днем, чтобы не создавать дискомфорт пешеходам. Здесь же почти никакой вероятности помешать пешеходам. Встретить их тут можно довольно редко. Дорожка расположена в глубине парка. По словам велосипедистов, кататься по новому асфальту – одно удовольствие. Тем более, со всех сторон открываются приятные картины природы. Для того, чтобы положить асфальт, нужно было убрать территорию от сушника и бытового мусора. Было очень много вывезено бытового мусора на этом участке. Качество новинки оценили и профессионалы. Председатель Федерации велоспорта Александр Андреев отметил, что для проведения соревнований дорожка маловато, но для тренировки детей и новичков – в самый раз. Вообще то, что появилась дорожка, пусть даже она не имеет назначения транспортного, то есть передвижение по городу из точки А в точку Б, а просто катание в удовольствие – это уже очень хорошо. О тех уссурийцах, у кого нет велосипеда, тоже подумали. Любой желающий за установленную плату и после предъявления документа может прокатиться по территории Зелёного острова. В планах закупить для гостей парка ещё и роликовые коньки. Анна Клыга, Анатолий Молчанов, Игорь Антонов, Телемикс.